МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...которая себя уже зарекомендовала достаточно хорошо, и причем уже даже чувствуют себя великолепно те люди старшего поколения, старше 80 лет, кто поставил прививку. Поэтому вакцинация идет, она действительно становится массовой, но самое главное, то, на чем я хотел бы сконцентрировать внимание, что действительно поменялось отношение людей, поменялось отношение жителей, это дорогого стоит. Сегодня мы разобрали подготовку технического задания для размещения в этом году. Это продолжение работы, той, которая была начата в прошлом году, продолжение реализации национального проекта в рамках выделенных бюджетных средств. Поэтому сегодня с сотрудниками ГИДД, с нашими специалистами, мы разобрали все вопросы, которые могут возникать, возникать в процессе взаимодействия, установка детекторов, установка камер, радаров и прочих подобных вещей. Уточнились с маршрутами, те, которые у нас войдут действительно в 2021 году. Поэтому мы выработали стратегию и план действий, вплоть до подготовки паспортов, участков светофорных объектов, по срокам их предоставления, выполнить все работы в срок, установленный муниципальным контрактом, и еще раз, уже на два года вперед, продвинуть установку и внедрение такого проекта в город Нижнем Тагиле. Сегодня мы собрались в большей степени поблагодарить руководителей тех организаций, больших или поменьше организаций, поблагодарить членов нашей общественной палаты города Нижнего Тагила, торгово-промышленной палаты и многих других, за ту работу, которую мы вели в 2020 году, в том числе волонтеров, которые занимались полностью оказанием помощи в доставке медикаментов и продуктов, людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, обменялись мнениями, я рассказал немножко о тех перспективах развития города, о той работе, которая была проведена администрацией города именно лично, выслушал мнения собравшиеся, а это все-таки общественная организация. Поэтому очень важно слышать отзывы о своей работе, слышать пожелания, что бы хотелось сделать, но и пытаться решить те вопросы, которые поставлены. Задача остается установить в этом году въездной знак на самой главном въезде, в город Нижний Тагил на южный въезд, так называемый, на перекрестке Свердловское шоссе садоводов Красногвардейской фестивальной. Сегодня мы собрались, разобрали вопросы предпроектные, скажем так, проектирования, и вот чем больше начинаешь более погружаться в эту ситуацию, как всегда возникает масса вопросов, на которые необходимо искать ответы. Это и начиная материалы, из которых сделает въездной знак. Одно дело, картинка, подготовленная художником, которая прошла все согласования, прошла голосование, и была утверждена. Вот это второе дело, понять, из чего это все делать. Нам необходимо вписаться в ту сумму, которая сегодня предусмотрена бюджетом города. Время уже уходит, казалось бы, только начало февраля, но я всегда говорю, что быстро придет май, июнь, строительный сезон, необходимо будет начинать работы, необходимо будет пройти все конкурсные процедуры, пройти и получить ценовую экспертизу, поэтому необходимо на сегодня составить некую дорожную карту, в соответствии с которой двигаться по реализации данного проекта. Мы полностью завершаем весь объем капитального строительства. Уральский оптикомеханический завод, как подрядчик, прошел все необходимые экспертизы. Вы знаете, что мы столкнулись с необходимостью прохождения историко-археологической экспертизы, так как работу затронули центр города, вот это уже последний объем работ, поэтому сегодня все экспертизы пройдены, госэкспертиза заключения получена положительная, поэтому они сегодня готовы зайти на объекты, но очень важно состыковать их или скоммуницировать взаимодействие с реализацией национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги, потому что, в частности, улица Карла Марса пересекается с данным проектом, а вы знаете, перед тем, как заходить на асфальтирование и на капитальный ремонт дороги, принято решение полностью сделать перекладку всех коммуникаций, которые сегодня находятся под дорогой непосредственно, поэтому с НТТС данные вопросы тоже обсудили, но вот сегодня, я говорю, выстроить коммуникации, взаимодействие тесное, чтобы не мешать друг другу и в то же время выполнить работу грамотно и качественно. По окончании строительства мы пожнем друг друг в руки, рассчитаемся и на этом закончим реализацию. Переходит все в эксплуатацию, вы знаете, что в соответствии с действующим контрактом у нас капитальное строительство переходит в эксплуатационное содержание. Выделены нам областные средства, доведены до нас. Сегодня я послушал обновленную концепцию вообще развития дома, было так вот уже, вот данного проекта. Сегодня мы обсудили, а первое, заслушали концепцию развития, это, скажем так, уже эксплуатация данного здания, ну и самое главное, то, каким образом и как нам приступить к выполнению данных работ, подготовив техническое задание, восстановив сроки, определившись с доп. работами, то, о чем мы и говорили, это, включая подсветку декоративную. Почему? Потому что, если делать объект, он надо делать достойно. Он должен стать украшением города, он должен стать привлекательным, он должен стать востребованным, чтобы все-таки начать реконструкцию объекта как можно раньше, с точки зрения замены кровли, вот, и не выходить в летние месяцы, когда, возможно, дожди, Урал непредсказуемый, то есть могут дожди неделями идти, поэтому, чтобы нам не испортить внутри все здание, надо приступать как можно раньше, в период лучше всего, это апреля, начало апреля. 17 миллионов рублей нам выделено в рамках сохранения объектов культурного наследия. Мы коллегиально приняли решение, вот, чтобы все-таки их потратить на один объект, довести его до ума, и потом приступать уже к реконструкции следующих объектов. Но чтобы отыграться, нам необходимо будет предусмотреть еще чуть больше 4 миллионов рублей, это наше средство, нашего местного бюджета, поэтому будем предусматривать на 22-й год, но учитывая прохождение всех конкурсных процедур, есть все шансы закончить объект полностью в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова